Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан Они знают, где покупать Ломбард Титан Для всех И каждого Только в сентябре в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница Скидки до 50% Торговые центры «Микс», «Росинка», «Март» Здравствуйте, в эфире первого городского проект «Место происшествия» В студии Михаил Багин смотрите в этом выпуске Врезался в ограждение моста Три человека получили травмы в ДТП в Оречевском районе Похитили футболки Полиция разыскивает двух воровок, которые обокрали магазин на улице Ленина Потом там телевизор стоял на тумбочке Я схватил телевизор Вот здесь? Да Повернулся и кинул в него Попал в лицо Убил и попытался скрыть следы преступления Потом я предложил как будто поджечь Пошел, чтобы поджигать вот эти А Рома Батухин поджигал диван Вот это кресло В Амутнинске вынесли приговор двум собутыльникам, которые убили и сожгли третьего Поужинал с сотрудниками ППС На площади Конева сразу после еды Полицейские задержали пьяного таксиста на Рено Сандеро Три человека получили травмы в ДТП в Оречевском районе Там водитель Матиза врезался в ограждение моста Подробности в рубрике обзор аварии Слово моему коллеге Сергею Пичугину Авария произошла днем на 21-м километре трассы Киров-Стрижи-Быстрица 70-летний водитель Д.О. Матиз потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонный бордюр Пострадали трое Водитель малолитражки и его 68-летняя пассажирка Их госпитализировали Также травмы получила 6-летняя девочка Медики оказали ей помощь Сейчас по факту аварии проводится проверка Сотрудники ГИБДД ищут виновника и очевидцев ДТП на улице Щерца Напомним, инцидент произошел во вторник около 9 утра напротив дома 95 Там неизвестный водитель, предположительно на синей ладе 99-й модели, сбил пенсионера После наезда виновник ДТП посадил пострадавшего и увез домой по адресу проспект Строителей 46 Позже пенсионер обратился в больницу с болью в ноги Известно, что молодая девушка снимала это ДТП на телефон Всем, кому что-либо известно об аварии и ее виновнике, кто знает марку и госномер авто Просьба позвонить по телефону 588-935 или 588-934 В Нововятском районе на улице Советской 40-летний водитель Hyundai поворачивал налево и столкнулся со встречным автобусом В итоге 38-летняя пассажирка седана получила травмы Госпитализация ей не потребовалась Днем на 16-м километре автодороги Одышево-Нижнеевкино 54-летний водитель мопеда Карпаты отъезжал с обочины и врезался в попутную семерку После аварии мопедист получил травмы Медицинскую помощь ему оказали на месте В Кирово-Чапецком районе 22-летняя автоледи за рулем 14-й пыталась развернуться и зацепила попутную шевроле Ниву В итоге девушка получила травмы Сергей Пичугин, место происшествия Полиция, разыскивая двух воровок, которые обокрали магазин на улице Ленина Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи и приметы злоумышленниц Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» Преступление произошло 5 июня Подозреваемые вместе зашли в магазин по адресу улица Ленина 119А И похитили две белые женские футболки Приметы подозреваемых На вид 23-26 лет У одной светлые волосы, черная кожаная куртка и кожаная сумка У другой темные волосы, белые кроссовки и сумка-рюкзак Всем, кто опознал женщин на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону В Кирове утром на улице Романа Ердякова произошел пожар в сушильной камере частного здания по производству грейферов Строение сэндвич-панелей было обшито металлопрофилем Пожар произошел внутри здания Там обгорели стены, потолок и вытяжка Для тушения пожара привлекались 21 человек и 6 единиц техники от МЧС Причина сейчас устанавливается В Амутнинском районе, в поселке Песковка, сгорелся частный рубленный дом Точнее говоря, в здании вспыхнул деревянный пол, который примыкал к печке К счастью, пожар вовремя заметили и огонь не успел уничтожить весь дом На место ЧП выезжала пожарно-спасательная служба Причина возгорания сейчас уточняется Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее Потом там телевизор стоял на той мышке Я схватил телевизор Вот здесь? Да Повернулся и кинул в него Попал в лицо Убил и попытался скрыть следы преступления Потом я предложил поджечь Пошел, чтобы поджигать вот эти А Рома Батухин поджигал диван Вот это кресло В Амутнинске вынесли приговор двум собутыльникам, которые убили и сожгли третьего Не подчиняется машина Лексус Сто, наверное, седан Машина-седан Виктор Сто Оля Константин, 21 регион Шустрый, хитрый и дерзкий А свидетельство не будете проходить? А ты, б***ь, будешь? Поехали Суд вынес приговор пьяному водителю Лексуса Роману Филиппову, который оскорбил полицейского Добавьте своему автомобилю лоска и сохраните его надолго Только в кузовном центре Агат специальное предложение Комплексная полировка и покрытие защитным жидким стеклом по уникальной цене Всего за 9900 рублей Подробности акции и сроки ее проведения уточняйте в кузовном центре Агат на Дзержинского, 110 Телефон 208-00 Кузовной центр Агат Безупречное качество за разумные деньги В эфире проект «Место происшествий» и мы продолжаем В Амутнинске вынесли приговор двум собутыльникам, которые убили и сожгли третьего собутыльника Преступление произошло в поселке Песковка Там после пожара в частном доме было обнаружено тело 25-летнего Евгения Макушина Как выяснили в следственном комитете, молодой человек умер не от ожогов, а от ножевых ранений После этого были задержаны подозреваемые Ростислав Щелочков и Роман Батухтин На допросе Щелочков признался, что именно он убил хозяина дома, а Батухтин помогал ему скрыть следы преступления Прибыли мы на место преступления по улице Новая, 11-1, где я убил человек, услышанный Евгений Андреевич На место преступления в обгоревший дом 34-летний Ростислав Щелочков вернулся уже в наручниках и под конвоем В день убийства в этой комнате он, его друг Роман и потерпевший Евгений вместе выпивали Мы когда зашли, он нас пустил, я присел там, Батухтин же мы здесь А Евгений здесь сидел, здесь столик стоял Мы развели спиртное, выпили и у них началась беседа про деньги Насущный вопрос поссорил хозяина дома и 25-летнего Романа Началась потасовка Щелочков решил разнять бойцов и взял для этого табурет Он ударил потерпевшего несколько раз по голове, пока табурет не сломался Затем он схватил телевизор Потом, там телевизор стоял на тумбочке Я схватил телевизор Вот здесь? Да Повернулся и кинул в него, попал в лицо Вот, подошел второй раз, поднял телевизор То есть не экраном книзу, а этим Получилось как бы ребром И снова уронил По словам Щелочкова, от израненного потерпевшего его оттащил Роман Батухтин Но пьяный обвиняемый не успокаивался и сходил на кухню за консервным ножом Взял в правую руку Этот как он Консервный нож И нанес Три удара вот так После того, как Щелочков и Батухтин поняли, что Макушин мертв Они решили скрыть следы преступления Погибшего сбросили в подполье После этого я попросил Рому Батухтина, чтобы он открыл подполье Я его за правое За правое, да, плечо одежды У него была куртка одета Я его туда скинул А затем подожгли дом Потом я предложил как бы поджечь Вот, пошел, что же поджигать вот эти А Рома Батухтин поджигал диван Вот это кресло В итоге Щелочкову предъявили обвинение в убийстве и поджоге А Батухтину в поджоге и укрывательстве Основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы Второму фигуранту в виде 2 лет лишения свободы С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима Сейчас приговор не вступил в законную силу Осужденные могут его обжаловать Михаил Вагин, место происшествия Суд вынес приговор пьяному водителю Лексуса, Роману Филиппову Который весной оскорбил полицейского Напомним, в марте молодой человек сначала устроил погоню Затем пытался договориться с инспекторами Однако, когда ни то, ни другое не сработало Выпивоха устроил скандал Было все Драка, угрозы, оскорбления и даже стриптиз Охладить пыл начинающего скандального шоумена Не смогли даже наручники К сотрудникам вневедомственной охраны Подъехал водитель Фольксвагена Который рассказал о пьяном водителе на Лексусе На машине, что ли? Да Ага Хорошо, я посмотрю Черный Лексус катался по дворам Улицы Юровской Полицейские потребовали от водителя остановиться Водитель оказался хитрым Как только полицейские вышли из авто Лихач нажал на газ Не подчиняется машина Лексус 100 номер, седан Машина седан Виктор 100 Оля Константин 21 Легион Постретили пошла Постретили, пошла вверх от ипподрома Как видно, требования об остановке Лихач игнорировал Попытался оторваться от патрульной машины Вскоре Лексус неожиданно остановился у дома по проспекту строителей За водителем позже приехали сотрудники ДПС Как выяснилось, Роман Филиппов ранее уже попадался за нетрезвое вождение Поэтому встреча с полицейскими и тем более журналистами его вывела из равновесия Все внимание Роман переключил на инспектора Фон оказал сопротивлением Даже в такой незавидной ситуации задержанный смеялся В наручниках он перестал размахивать руками, но стал разбрасываться оскорблениями За отказ от экспертизы Филиппова лишили прав на полтора года и выписали ему штраф 30 тысяч рублей Еще тысячу водитель заплатит за оскорбление журналиста В сентябре вступил в силу приговор и по уголовному делу За публичное оскорбление сотрудника ДПС Роман должен будет заплатить штраф 20 тысяч рублей Сергей Пичугин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее Поужинал с сотрудниками ППС На площади Конева сразу после еды полицейские задержали пьяного таксиста на Рено Сандера Перекрыл дорогу На загородной трассе камера зафиксировала столкновение с КАМАЗом В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем Весьма неудачно поужинал с сотрудниками ППС Пьяный таксист в закусочной на площади Конева Во время трапезы полицейские заметили, как мужчина подозрительно неаккуратно ел бутерброд Мясо, зелень и соус падали на пол Сам же проголодавшийся таксист едва стоял на ногах После ужина он сел в машину с шашечками и поехал Но его почти сразу же догнали и задержали все те же сотрудники ППС Надо сказать, из-за пьяного водителя им пришлось прерывать свой положенный перерыв На место задержания побывал наш корреспондент Павел Москвин К появлению съемочной группы задержанный таксист Дмитрий будто бы готовился Снял с крыши своего Рено Сандера шашки, затем отклеил квадрат из двери авто Впрочем, по оставленным следам на грязном кузове все было понятно и без специальной атрибутики Что скучилось у вас здесь? Что, до Нарга заехал? Отсновили Выпивали? Мужчина? Нет Я разговаривал с вами Да, выпивал Документы где ваши? У вас сотрудников Ну, пройдемте Дорожным полицейским Дмитрий признался Незадолго до ужина с сотрудниками ППС в закусочной он, что называется, принял на грудь Сколько выпивали? И как давно? Тем не менее, пьяный таксист Дмитрий надеялся, что за час-полтора алкоголь выветрится из его организма А свидетельствование проходить будете на алкотестере? Да, да, буду Будете, да? Все, понятно Пока инспекторы заполняли протокол и готовили алкотестер, мужчина все-таки дал короткое интервью Теперь Дмитрий уверял, что он трезвый Разницу между трезвостью и опьянением Дмитрий увидел сразу после выдоха в трубку прибора Результат оказался выше допустимого значения более чем в пять раз Это означает, что, скорее всего, на ближайшие полтора года таксисту нужно будет поменять профессию Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия На загородной трассе камера зафиксировала столкновение с КамАЗом Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» На загородной трассе водитель КамАЗа перекрыл дорогу и спровоцировал аварию с Ладой Калина По словам автора видео, в тот день большегруз встал поперек дороги для разгрузки Однако быстро сделать свою работу не смог Владелец регистратора не успел вовремя затормозить В итоге от удара у Калины помялась передняя часть автомобиля Опасную ситуацию создал владелец «Волги» на улице Комсомольской На перекрестке улиц Сваровского и Менделеева нарушитель на Ниссане создал временный затор Ниссан решил проскочить перекресток и чуть не столкнулся с владельцем регистратора Удара удалось избежать В итоге инцидент возмутил не только автора видео, но и других водителей, которые планировали повернуть на улицу Менделеева На улице Ульяновской водители «Лады» и «Хендай» едва не столкнулись на встречной полосе «Ой, что делают? Дебилы, а! Господи!» «А ни нарушать, ни тому, ни другому! Записала ли ты, родная?» «Конечно, записала» «Я хотела материться, но пришлось опять» Судя по всему, водители решили объехать затор, однако оба не убедились в безопасности обгона и едва не столкнулись К счастью, шофер «Лады» быстро среагировал и объехал кроссовер Возможно, это видео станет уроком для каждого из водителей На улице Дзержинского «Инфинити» подрезал машину с камерой Водитель внедорожника явно поторопился с маневром и мог спровоцировать аварию В свою очередь владелец регистратора не растерялся и смог избежать ДТП И еще одного нетерпеливого водителя на «Ладе-15» модели зафиксировала камера на улице Комсомольской Столкновение удалось избежать, автор видео вовремя заметил нарушителя На перекрестке улиц Ленина и Тимирязева очевидцы наблюдали опасные маневры нарушителя на «Хонде» Судя по всему, Лихачу надоело ждать зеленый сигнал светофора Он обогнал стоящие автомобили и едва не зацепил спецтехнику Последним финтом наглеца стал резкий поворот во дворы, который легко мог спровоцировать аварию На перекрестке улиц Володарского и Труда водитель «Лады Ларгус» показал свое умение езды задним ходом Для владельца регистратора такие запрещенные маневры стали полной неожиданностью Михаил Вагин, место происшествия На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsovaka-inbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров» В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры создавал DimaTorzok